Всем привет! Это видео о том, как использовать историю файлов Windows 10. История файлов – это, наверное, основная из функций для резервирования и восстановления данных данной версии операционной системы. Несмотря на название, история файлов – это не просто способ восстановления предыдущей версии файлов. Это полнофункциональный инструмент резервирования данных. В отличие от комплексных инструментов резервного копирования, включить историю файлов очень просто. Сначала подключите внешний жесткий диск ПК. Можно подключить флешку или карту памяти, если вам нужно включить историю файлов только для небольших по размеру папок и файлов. А также можно использовать сетевую папку, если такова у вас есть. Для примера я буду использовать флешку на 16 ГБ. После кликаем на меню Пуск, заходим в Параметры, Обновление и безопасность, Служба архивации. В следующем окне нажимаем Добавление диска и выбираем нужный нам накопитель. В моем случае это USB флешка. После этого функция История файлов будет включена. А также Windows будет автоматически создавать резервную копию ваших файлов на данном диске в момент его подключения к компьютеру. Для того, чтобы настроить историю файлов, нажимаем на Другие параметры. По умолчанию установлено, что резервное копирование файлов будет происходить каждый час и срок хранения этих файлов всегда. Эти параметры можно сменить в зависимости от вашего желания. Например, резервировать каждые 3 часа и сохранять 1 год. Также можно принудительно запустить резервирование файлов в данный момент, кликнув на кнопку Архивировать данные сейчас. История файлов создает только копии файлов, хранящихся в папках изображение, музыка, видео, документы и рабочий стол. А также файлов из OneDrive, доступных автономно на компьютере. В последних версиях Windows это все папки, которые находятся в папке учетной записи пользователя. В моем случае это Андрей Ревчук. Чтобы добавить другую папку, нажимаем на кнопку Добавить, выбираем то, что нам необходимо, например, папка Test, и нажимаем на кнопку Выбор этой папки. После чего система будет ее архивировать. По аналогии можно убрать ненужную папку с помощью Исключить эти папки. Также нажимаем на кнопку Добавить, выбираем, например, папку Музыка, и нажимаем также Выбор этой папки. И Windows больше не будет ее архивировать. Если вы хотите сменить диск, на который будет сохраняться история файлов, нажимаем на Прекращение использования диска. При этом данные с этого диска не удалятся. После этого выбираем нужный накопитель, как и в начале данного видео. Это связано с тем, что Windows может одновременно работать только с одним диском для истории файлов. Но это еще не все настройки истории файлов. Кликаем на Другие параметры. Просмотреть дополнительные параметры. И попадаем в окно Панели управления. После этого нажимаем на Дополнительные параметры. В следующем окне Настроек мы можем также сменить параметры сохранения файлов, очистить старые версии файлов и папок, которые старше 1, 3, 6 месяцев и так дальше. Предложить другим компьютерам группы, если вы состоите в такой, создавать историю файла на вашем диске, а также открыть журнал событий и истории файлов для просмотра недавних событий или ошибок. А теперь рассмотрим, как же восстановить файлы с помощью истории файлов. Например, я случайно удалил папку Test, в котором важный для меня файл с названием FileTest, используя клавиши Shift и Delete. Для того, чтобы восстановить его, зайдите в меню Пуск, Параметры, Обновление и безопасность, Служба архивации. Нажмите на Другие параметры. И в разделе Сопутствующие параметры нажмите Восстановить файлы из текущей резервной копии. В следующем окне выберите нужные вам папки или файлы. В моем случае это папка Test и файл FileTest. Также можно просмотреть все предыдущие версии этого файла. Для демонстрации я изменял этот файл трижды и после каждого изменения делал принудительное архивирование. Для восстановления выберите желаемый файл или папку. В моем случае это папка Test. И нажмите на зеленую кнопку Восстановление в исходном расположении. Нажимаем Продолжить. И после копирования все ваши файлы будут восстановлены в том месте, где они хранились до удаления. Хочу заметить, что при восстановлении папки все файлы будут восстановлены только в последней сохраненной версии данного файла. Также вы можете открыть окно Восстановления истории файлов с панелью управления, История файлов, Восстановление личных файлов. Или зайдите в любую папку, которая включена в историю файлов, Например, в папку Test. И во вкладке Главное Нажмите на журнал. Это и есть история файла. Если данное видео вам понравилось, Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи!